В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Единое меню для школы разработают в регионе. В формате онлайн прошло областное родительское собрание. 15 лагерей на базах школ будут работать в Сарове. Каким будет летний отдых для детей в этом году? Пугающая динамика. Все больше саровчан становятся жертвами мошенников. Далее расскажем обо всем подробно. Подготовка к экзаменационной кампании 2023 года. Проведение выпускных в безопасных школах региона. Реализация проекта «Пушкинская карта». Эти и другие вопросы в ходе родительского онлайн-собрания обсудили заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов и исполняющий обязанности министра образования и науки региона Ирина Кизилова. Неадекватный мужчина ворвался в Дзержинскую школу в начале года. Он бегал по этажу и хватал учеников начальных классов. Вытолкнуть дебошира на улицу смог только учитель физкультуры. Вопрос безопасности в школах региона подняли на областном родительском собрании. Вопросом защиты детей должно заниматься руководство школ, пояснил представитель администрации Дзержинска. Средства на реализацию этих мер будут выдавать из областного или городского бюджетов. Руководитель школы имеет право уже задуматься, что необходимо сделать. Мы понимаем, что это, во-первых, доступ на школьную территорию, который должен быть ограничен в период, когда идет образовательный процесс. Второй момент – это доступ непосредственно в саму образовательную организацию. Это домофоны и обеспечение охраны. И вот как раз тот новый документ, который появился, он позволяет заключить договоры на обеспечение физической охраны. Родители на охрану скидываться не должны, уточнили в ходе встречи. Также незаконный сбор и средств на организацию выпускных. Школа должна проводить вручение аттестатов в торжественной обстановке. Другие праздненства выпускники и родители устраивают сами. Категорически не надо собирать деньги учителям на эту историю. То есть на теплоходы, рестораны и так далее. Далее, конечно, могут использоваться неофициальные чаты родителей, неофициальные, подчеркиваю, чаты родителей. Но все, что связано с этой культурной программой, находящейся за рамками официальных мероприятий, выдачи аттестатов, это не ответственность школы. Затронули тему выпускных экзаменов. Заявления учащихся уже приняты. Выбрать другой экзамен можно, но по уважительной причине с подтверждающими документами. Напомнили родителям. Отдельное внимание уделили проблеме школьного питания. Все вопросы родителей Давид Мелик-Гусинов объединил в один риторический. Доколе будут рыбные котлеты на завтрак у наших детей? Решение вопроса он также предложил. Создать для школ единое меню. Давайте творческое задание дадим нашему ВУЗу, Институту пищевых технологий и дизайна. Коллеги, вы же с нами в одной лодке. Помогите, пожалуйста, школам Нижегородской области. Давайте вместе придумаем какой-нибудь проект и сделаем так, чтобы дети у нас съедали все, что им дают. Чтобы это было эстетично, красиво, вкусно, ну и интересно. Давайте вместе подумаем. Также замгубернатора сообщил, что в ближайшие два года в Нижегородской области построят 23 новые школы. Анна Пилипет, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. 15 лагерей на базах школ будут работать в Сарове с 29 мая по 19 июня. Отдохнуть в них смогут более 1200 детей. Кроме того, 60 детей за лето примет Центр социальной помощи семье и детям. Какие еще возможности для отдыха детям даст город, расскажем далее. Три загородных лагеря – «Березка», «Лесная поляна» и «Гайдар» – этим летом примут более 2500 человек. В них будет по три смены. Плюс в «Березке» пройдет молодежная профильная смена лидерского направления для ребят от 14 лет до 21 года. Досуг для юных саровчан организуют и в городе. Центр внешкольной работы и молодежный центр вновь откроют запись на летние и краткосрочные образовательные программы. Ориентировочно они охватят 850 детей. Ребята будут заняты различной деятельностью. Это и творчество, это и фитнес, атлетическая гимнастика. Будет организовано множество конкурсов, фекторин, квестов. Узнать подробности можно по телефону Центра внешкольной работы 98103 и Молодежного центра 99118. В спортивных школах города около 1500 юных спортсменов пройдут учебно-тренировочные сборы по различным видам спорта. Для всех желающих в микрорайонах города будут работать площадки в рамках реализации областного проекта «Дворовая практика». Дети и подростки смогут поучаствовать в конкурсах, квестах, интерактивных играх, акциях и мастер-классах, соревнованиях по футболу, волейболу, баскетболу и регби. А уже с середины апреля стартует региональный проект «Спорт в каждый двор». На открытых спортивных площадках, расположенных в скейт-парке спортивной школы ИКАР, возле молодежного центра, возле домов на улице Казамазова 10, Павлика Морозова 14, Раменская 13, корпус 1, по утвержденному графику инструкторы по физической культуре и спорту будут организовывать проведение физкультурно-спортивной работы. Всем желающим инструкторы будут рассказывать, как выполнять на тренажерах различные упражнения без вреда для здоровья. Кроме того, запланированы активности во Дворце детского творчества, станции юных техников, станции юных натуралистов и в городских парках, отдыхах, музеях, библиотеках. Еще одно большое направление – санаторное оздоровление детей. Предусмотрена компенсация части расходов по приобретению путевки в санаторный оздоровительный центр круглогодичного действия, расположенный на всей территории Российской Федерации, для детей от 4 до 15 лет включительно. Размер компенсации составляет от 12 800 рублей до 14 700 рублей, в зависимости от количества дней пребывания – от 21 до 24 календарных дней. Количество средств компенсации ограничено, очередность получателей определяется по дате подачи заявления. У саровчан есть возможность попасть в Артек или Лазурный. Для этого необходимо пройти конкурсный отбор. По всем вопросам, связанным с организацией летнего отдыха детей, обращайтесь в Департамент по делам молодежи и спорта по телефону 99062. Саровский городской архив напоминает о правилах получения документов и подачи запросов. При запросах имущественного характера в отношении гаражей, квартир, садовых участков, при себе иметь паспорт, регистрационное удостоверение БТИ, справку от нотариуса, доверенность и документ, подтверждающий право льготы. Обратиться в архив можно по телефону 9 12 66 9 18 34, либо прислать запрос на почту архив саровсобакарамблер.ру. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МВД обновило билеты для сдачи на водительские права. В вопросы внесли новую белолунную секцию светофора, которая информирует водителей о том, что пешеходам за поворотом включен зеленый. Скорректированы билеты о зоне действия знаков, запрещающих стоянку почетным и нечетным дням. Появились задачи о режиме труда и отдыха для водителя. В вопросах и комментариях скорректированы понятия «транспортное средство» и «маршрутное транспортное средство». Саровская УВД объявила конкурс детского творчества «Полицейский дядя Степа». Необходимо подготовить игрушку современного полицейского из любых материалов. Прислать фотоработы до 24 апреля на почту увд.defisarovsobacamail.ru Участниками могут стать юные авторы в возрасте от 6 до 14 лет. С 3 по 7 июля в детской музыкальной школе имени Балакирева впервые пройдет открытая летняя творческая школа маленьких пианистов атомных городов. Ее цель – выявить и поддержать одаренных детей. Количество участников ограничено. При большом количестве желающих отбор кандидатов проведут по видеозаписям. План к заявлению размещен в группе музыкальной школы ВКонтакте. Сообщения о мошенниках продолжают поступать саровским правоохранителям. Очередной улов злоумышленников составил более 170 тысяч рублей. Жертвой стал саровчанин. Ему позвонили и рассказали, что на него оформили кредитную карту и списывают с нее деньги. Мужчина по совету звонившего установил мобильное приложение и сообщил собеседнику логин и пароль. Из его настоящей карты тут же похитили все деньги. Подобного рода преступления случаются все чаще. Для сравнения, в 2022 году их зарегистрировано 179. В 2021 году таких случаев было 119. Почти 70 миллионов рублей перевели саровчане мошенникам в прошлом году. Как рассказал глава Саровского ОВД Андрей Чернышев, 90% денежных средств поступают за границу, в том числе на Украину. Всего в Нижегородской области в минувшем году граждане перечислили мошенникам около 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Среди потерпевших есть все социальные группы, все возрастные категории, люди разных профессий, пенсионеры. Несмотря на сложности в раскрытии таких преступлений, нами принимаются все возможности по их раскрытию. В результате расследованы 6 фактов мошеннических действий. 16 краж с банковских краж карт граждан. Кроме того, раскрыто 6 уголовных дел, которые были направлены в другие субъекты Российской Федерации, потому что жители других субъектов совершали преступления в отношении жителей нашего города. Однако большая часть преступлений остается нераскрытой, в основном потому, что мошенники работают дистанционно, находясь за границей. Саровские правоохранители постоянно ведут профилактическую работу с населением, рассказывают об основных мошеннических схемах. На предприятии, в социальные учреждения полиция отправила листовки и буклеты с информацией, но этих мер недостаточно. Как показывает практика, проще предотвратить мошенничество, чем заниматься их раскрытием. Тем более, как я сказал, мошенники в 90% случаев находятся приемом Российской Федерации, и привлечь их к установленным законам ответственности не представляется возможным. Свой доклад Андрей Чернышев представил депутатам Городской думы. От народных избранников поступило предложение расклеить на подъездах информационные листки и разместить эти сведения в группе округа. Кроме того, начальник УВД рассказал о планах по установке камер видеофиксации нарушений. Этот вопрос обсуждают с прошлого года. Определены места аварийности, предложения направлены для проработки проектной документации. Буквально месяц назад там есть определенные моменты по согласованию с Федеральной службой безопасности. Вопросы на данный момент, насколько я знаю, проработаны. Комплексы видеофиксации нарушений обещают установить в городе в ближайшее время. Камеры будут фиксировать проезд на красный, выезд на полосу встречного движения, проезд стоп-линии, нарушение скоростного режима. В Сарове появились первые пострадавшие от укусов клещей. Двое горожан в прошлом месяце обратились за медицинской помощью. Клещи исследовали в лаборатории на наличие возбудителей клещевых боррелиозов. В одном случае результат был положительным. Продолжают регистрировать заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. В марте заболело 629 саровчан, среди них 22 ребенка. По сравнению с мартом прошлого года, показатель снизился в 5 раз. Единственным действенным методом профилактики остается вакцинация. Напоминают специалисты Межрегионального управления номер 50 ФМБА России. Также в прошлом месяце отметили рост заболеваемости ветряной оспой, внебольничными пневмониями, опоясывающим лишаем, острыми респираторно-вирусными инфекциями. Выросло число обращений по поводу укусов животными. В Сарове вновь стартует проект для самозанятых «Займись делом». Победители проекта получат поддержку в продвижении услуг от Министерства промышленности. Проект реализуется в городе с 2021 года. В нем успели принять участие более 80 самозанятых. Как стать участником, расскажем далее. Проект для самозанятых «Займись делом» проходит в Сарове с 2021 года. За это время в нем приняли участие более 80 горожан. Проект реализует агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области и региональная торгово-промышленная палата. Задача проекта – предоставить информацию об актуальных мерах поддержки для самозанятых граждан, определить среди них лучшие практики и идеи. В этот раз «Займись делом» пройдет на протяжении месяца в три этапа. Первый этап – это онлайн-обучение на электронной площадке. Программа состоит из обучающего модуля на самые актуальные темы. Это бухгалтерский учет, оформление налоговой документации, это лицензирование деятельности и сертификация продукции, и также меры поддержки для самозанятых граждан. Два следующих этапа пройдут в очном формате. Это участие в семинаре «Региональные меры финансовой поддержки для самозанятых граждан» и «Бизнес-игре. Самозанятость. Инструкции по применению». В ее ходе участники смогут под руководством специалистов составить бизнес-план своего проекта и представить его на комиссии. По итогам прошлого года выходили с такими проектами, как расширение своей деятельности. Допустим, человек занимался маникюром, он открывает какое-то для себя новое направление. И вот это как раз бизнес-план, он его составляет и смотрит, выгодно ему развивать вот это направление, оно выгодно, выигрышно или нет. В этом году у участников проекта «Займись делом» есть возможность участвовать в конкурсе и выиграть 200 тысяч рублей на развитие своего бизнеса. Также в ходе защиты проектов на бизнес-игре комиссия выберет лучшие инициативы, которые получат поддержку. По итогам защиты будут определяться три победителя, которые получат поддержку от Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области в виде фотоконтента, разработки или доработки сайта, также продающей страницы в соцсетях, продвижение в интернете и разработка рекламной продукции. Регистрация участников на проект «Займись делом» проходит в Центре поддержки предпринимательства в 202-м кабинете. Подробная информация по телефону 9-92-64. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Все вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин